МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Получив квартиру, дорогие ребята, вы таким образом вступаете в полноценную взрослую жизнь. Надеюсь, очень счастливую и комфортную. Для нас, для руководителей Ульяновской области, для руководителей Российской Федерации решение жилищных проблем наших с вами сограждан является одной из самых важных задач. Дом, состоящий из 30 квартир с горячим водоснабжением и автономным отоплением, строился в Сен-Гилее на протяжении последних двух лет. Квадратные метры, хоть и без мебели, но с ремонтом и готовыми ванными комнатами. Кто-то из тех, для кого предназначен этот кров, будет заселяться один, а некоторые после выпуска из детского дома успели обзавестись детьми, поэтому заезжать будут целыми семьями. Но все в один голос твердят – жилье долгожданное, событию несказанно рады. Сен-Гилее – хороший город, я здесь и родился, вот так места знаю, куда сходить. Когда планируете уже переезжать? Прямо с завтрашнего дня? Ну нет, наверное, может через месяц, пока я работаю. Первым делом завезу сюда мебель, чтобы было где спать, где кушать. Тут недалеко у нас пятерочка, так что дорогу вот сделали, так что на коляске будет неплохо ездить, будем гулять здесь. Техникум рядом, будет куда ходить, детям учиться, так что все хорошо. С 2013 по текущий момент в регионе в рамках специальной программы 728 детей-сирот и лиц, приравненных к этой категории, уже обеспечены жильем. Только 209 из них получили ключи от дома в минувшем году. Ключи от еще 155 квартир запланировано передать до конца декабря. В целом задача на текущий год у нас обеспечит 185 семей. Это и в Чердоклинском районе, и в Радическом районе. Сейчас завершаются работы по 15 квартирам в Павловском районе. 40 квартир будет приобретено в городе Демитровграде. На будущий год планка не снизится. В новые квартиры заедет порядка 200 сирот. Средства на строительство недвижимости для социально незащищенной группы населения ежегодно выделяют из областного бюджета. Также поступают субсидии из федеральной казны. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.